Приветствую всех любителей дешевого качественного звука, или случайно забредших на этот ролик Яфиспект, и я потратил 33 тысячи рублей на все новинки от Фифайна. Как принято считать в народе, лучшая компания по производству бюджетных микрофонов и не только. А что же это такое не только? Это вы как раз таки узнаете в ролике, потому что помимо микрофонов, оказывается, теперь они делают колонки, саундбары, петлички и вот эту вот непонятную штуковину. На эти приколамбусы мы сегодня посмотрим, а также остается база. Это новый микрофон М6 с необычной функцией мута, чата или игры, и абсолютнейший флагман в мире динамических микрофонов Танк 3 в связке с аудиокартой SC1. Забудьте все, что выпускал Фифайн до этого, потому что начинается новая эра более качественного звука на стримах, на ютубе и для посиделок в дискордике. Не нужно больше лишних слов, давайте наконец-то расчехлим и проверим все новинки от Фифайна. Но для начала, не только Фифайн радует своими новинками. Также одна из лучших компаний по производству геймерских кресел недавно представила свою новую клавиатуру Zone 51 Garnet формата 98%. Клавиатура состоит из шума и виброзоляционных слоев и компонентов, в том числе и шумопоглощающей пластины и силиконовых накладок. Стабилизаторы смазаны, корпус из пластика и металла, со складными ножками и прорезиненными вставками. Весьма минималистичный дизайн, где использовано отличное решение с символами на нижней грани кикапов, а сами же кикапы из ПБТ-пластика двойного литья. Фишкой же является сайлент свечи с демпфером, который гасят удары в нижней и верхней точках. Мне как стримеру очень нравится такое решение, ведь моя аудитория не слышит лишние клики во время игры. А также есть хотсвап, что означает возможность кастома в будущем. А для любителей RGB подсветки есть множество режимов ПО на сайте Zone 51. Как итог, отличное решение для тех, кто хочет получить тихую механику, будь вы стримером или просто частным посетителем дискордика. Переходи по ссылке в описании по промокоду FISB20, получая скидку на все девайсы, кресла и столы. Ну что же, давайте начнем, наверное, с микрофона АМ6, потому что именно его, скорее всего, большинство людей будет покупать, потому что он мега универсальный и у него есть две киллер фичи. Покупал я его за 3500 рублей и прямо сейчас я в него говорю на 100% усиление на самом микрофоне и в виндовсе. Не просто так в начале ролика я сказал о новой эре в плане звука, потому что Fifine обновили свой дизайн, теперь у них коробки эко-френдли и, как по мне, более стильные, потому что минималистичные, без пестрых цветов. Забегая наперед, такая же коробка у микрофона Tank 3 и колонок А20, что говорит о том, что это новые девайсы, которые совершенно по-другому звучат. За очень маленькие деньги, 4500, напоминаю, в комплекте хоть у нас и двухметровый кабель, микрофон и все, сам же микрофон, честно говоря, поражает. Во-первых, сборка, наконец-то они отказались от двухзубцового крепления, теперь у нас крепление только с одной стороны, как делали Маоны очень давно. Что позволяет органы управления вынести в бок, а не назад, потому что сзади это было категорически неудобно, а теперь гуд. Поп-фильтр теперь может крутиться по всему микрофону, правда, я вообще не понимаю, зачем он нужен, прямо сейчас я озвучиваю без него, никаких проблем, БП здесь нету. Если будете брать этот микрофон, смело снимайте, больше визуального пространства для Моника останется. Сверху у нас кнопка мута микрофона, которая сопровождается индикацией и сам этот фонарик стал побольше, теперь более заметно замучен ты или нет. Кнопка мута, к сожалению, осталась старая, есть слепые зоны, при этом все так же очень чувствительный. Переходим на нижнюю часть микрофона, здесь у нас есть прямой мониторинг наушников, а также кнопка, чтобы переключать подсветку. А вот эта кнопочка необычная, потому что это шумоподавление, которое работает, правда, максимально мерзотно. Прямо сейчас я говорю с режимом шумоподавления, на фоне у меня включен мобильный кондиционер, кто знает, тот поймет, эта штука очень громко. Но и качество звука слишком сильно ухудшается. Честно говоря, максимально юзалась функция, особенно для комнаты, где обычно не так уж, чтобы сильно шумно. При этом индикация, включен этот режим или выключен, находится снизу и постоянно нужно туда смотреть, а не включил ли ты ее случайно. Это была одна из фишек и, честно сказать, шумоподавление мне не зашло. Чего не могу сказать о большой крутилке, которая находится по центру микрофона, вот это уже мега интересно. Потому что благодаря этой крутилке ты превращаешь свой микрофон в что-то типа микшера. Сейчас объясню. Есть центральное положение, где у тебя звук такой, как и должен идти с виндовса. То есть игра и чат зависят от настройки игры и чата. Если что, центральное положение имеет небольшую отсечку, так что если захочешь поставить прям по центру, не промахнешься. Если будешь крутить влево, то есть в гейм, у тебя будет увеличиваться громкость игры и приглушаться чат, например, дискорд. Обратная ситуация будет происходить, если крутить вправо, чат станет громче, а игра тише. Очень удобно для людей, которые не могут идеально сбалансировать игру или дискордик, или когда тебе нужно приглушить своих тиммейтов, чтобы легче услышать шаги в какой-нибудь кс в напряженный момент. Я думаю, для всех очевидно, что то же самое можно реализовать не только с играми, а, например, с браузером, если ты любишь смотреть ролики, когда говоришь так же в дискорде. Чтобы эта функция заработала, достаточно просто в параметрах звука поставить как устройство воспроизведения Fifine Game, а в каком-нибудь дискорде, как устройство вывода, поставить Fifine Chat. Все, ты спокойно можешь глушить тиммейтов, если они тебя заебали. Как по мне, просто отличнейшая функция, необычная и при этом полезная. В микрофоне за 4500 рублей. Напоминаю, хоть я и покупал по скидкам, а значит, такие скидки есть, можешь дождаться. Не знаю, как вам, но мне еще очень нравится, как он звучит. По крайней мере, в моих наушниках звук явно лучше всех предыдущих моделей Fifine. Пишите, конечно, в комментариях, как на ваших устройствах, классно звучит микрофон или нет, но, как по мне, это база на сегодняшний день, и лично я буду рекомендовать его всем, как лучший микрофон за копейки с необычной функцией. Но мы возвращаемся на союз, во-первых, для наглядности сравнения, во-вторых, потому что сейчас мы поговорим про наушники. Не будем слишком долго заострять на нем внимание, потому что он вышел достаточно давно и не обрел своей популярности по объективным причинам. Это наушники Fifine H9, ценой в 3300 рублей, и у него есть одна проблема, которая мешает. Начнем с плюсов, звук просто пушка, но у IO Graphite лучше. Вот так звучит микрофон на наушниках Fifine H9. Великолепно, круто, классно, как и все микрофоны у Fifine. Выглядят красиво, на голову не давят, как H6, и бесячей подсветки, как у H6, нет, из-за чего происходит экономия. А также экономия произошла на сборке, и просто посмотрите на это. А также, как вы можете обратить внимание, амбушюры здесь не то чтобы слишком большие, и... ну вы поняли. Грустно, очень грустно, потому что по качеству звука это спокойно мог бы быть конкурент IO Graphite, но нет, это, к сожалению, провальные наушники. Тупо из-за сборки я вам их не советую, но я не жалею, что я их купил и рассказал так кратко. Это показывает о том, что у Fifine не все идеальное, и нужно смотреть по факту на качество продукта, а не на бренд. Давайте лучше перейдем от плохого к хорошему. Прошлый микрофон у нас был конденсаторным, для всех за копейки, а тут немножко другое. Как-никак это флагманское решение от Fifine, динамический микрофон Tank 3, звучит так как, да? К нему идет сразу же аудиокарта, которую рекомендуется приобретать, потому что посмотрите на эти цены. Отдельно она стоит почти 11 тысяч, при этом есть вот такой набор за 8. Экономия в 4 куска, просто на ровном месте. Говорить о микрофоне я буду именно в связке с этой аудиокартой, потому что А, это выгодно, Б, скорее всего именно этот комплект вы и купите, если будете приобретать Tank 3 и С, аудиокарта реально хорошая. Давайте переходить уже на новое звучание с Союза. Ну вот мы и на Tank 3, так звучит микрофон через Type-C подключение на 100% громкости в Windows и на 100% усиление на самом микрофоне. Никому не советую таким заниматься, потому что комплект с аудиокартой не слишком дороже, но гораздо лучше. Но для тех, кто не знает, вынужден уточнить, что по Type-C работают органы управления, мониторинг звука, громкость самого микрофона и громкость наушников. Когда мы подключим по XLR, все эти функции станут абсолютно бесполезными, но и качество звука станет гораздо лучше. Let's go! Ну что же, вот мы и говорим в микрофон Tank 3 через аудиокарту SC1. Не знаю, заметили ли вы разницу в звучании, но я в ДТшках слышу ее кардинально. При этом сразу же обратил внимание то, что не хватает поп-фильтра. Хоть внутри микрофона и есть проломка, этого не хватает, чтобы полностью избавить тебя от задуваний. Немножечко поговорю тише, чтобы вы примерно понимали глубину наших глубин, а также понимали то, что прямо сейчас идет очень сырой сигнал в микрофон, который необходимо как-то дополнительно обрабатывать. А сейчас мы немножечко покричим, и я как эксперт всех экспертов точно могу сказать, что здесь сырой материал очень-очень качественный. А примерно так начинает звучать микрофон, если добавить компрессора или метеора, если делать все по уму. Хотя я не очень умный человек и во всяких обработках не разбираюсь. Это всего лишь настройки с моего союза. То есть, если покопаться и немножечко позаморочиться, можно сделать еще лучше звучание на этом микрофоне. Так что то, что вы прямо сейчас слышите, не судите строго, это всего лишь мои кривые лапки. Давайте говорить уже по существу и по факту насчет, наверное, аудиокарты, потому что по микрофону и так все понятно, звук вы слышите. Аудиокарта за свои деньги просто пушечная. Если возьмешь какую-нибудь дешевую AdBanger, у нее, допустим, будет подключение вот это сраное через старый формат USB-шек. Здесь просто по Type-C. Также к ним можно подключить мониторные колонки. Два выхода сзади для этого сделаны. Вход для микрофона у нас комбинированный на XLR и на 6.3 разъем. Естественно, есть кнопочка на фантомное питание 48 вольт и кнопочка, которая распределяет каналы. То есть, например, микрофон на левое ухо, гитара на правое, и потом это можно в программе все разделить и сделать просто моноканалом. А если она нажата, то тогда микрофон начинает писать в стерео, и разделение каналов прекращается. Ну, дальше разъем для подключения гитары, разъем для подключения наушников, и рядом же крутилка для регулировки усиления этих наушников, и кнопочка для мониторинга, чтобы слышать самого себя. Соответственно, сверху у нас крутилки для усиления гейнов всех каналов, и, как вы понимаете, это полноценная аудиокарта за копейки. В отличие от остальных аудиокарт, она, как по мне, еще более стильно выглядит, а если сравнивать эту аудиокарту с прошлой аудиокартой FIFA, на которой на самом деле микшер, это звучит получше, сделано получше, и, в принципе, ощущается чем-то более элитненьким. Я ставлю просто жирнючий лайк этому затапу, людям, которые хотят за 8 тысяч получить отличный комплект динамического микрофона, танк 3 с аудиокарты SC1, это будет лучшая покупка за такие деньги. Обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам это звучание, и сейчас, когда вы услышали оба микрофона, АМ6 и танк 3, что вам нравится больше? Лично мне больше зашел этот комплект, хотя не могу отрицать то, что АМ6 тоже очень интересный микрофончик. Но я возвращаюсь на союз, даже с небольшой грустинкой, потому что классно себя чувствует таким профессионалом с динамическим микрофоном, когда ты говоришь в него плотную, но нам нужно идти дальше. Колоночки Fifine A20 ценой в 4 тысячи рублей в новой красивой коробочке минималистичной. Какие же они красивые, пацаны, это просто стиль. Я не знаю, как говорить о звуке с колонок, потому что в сравнении с моими, которые стоят 12 тысяч, они, конечно же, не идут в сравнении никак. Я вообще не басофил, но я впервые в жизни скажу, что здесь мне не хватает база из-за физического размера данных колонок. Просто динамик не позволит выдать сочное звучание. Это отличный вариант колонок чисто для ПК, для людей, которые большую часть сидят в наушниках, но иногда хочется включить видосик и посидеть в комфорте. Мне, кстати, есть чем сравнивать, причем прямой конкурент. У моей девушки колонки от Redragon за 4 тысячи. Колонки от Fifine звучат более чисто, но при этом менее сочно, опять же из-за размера динамиков и баса. Нету кринжового дракончика, а лаконичная надпись Fifine. При этом еще и дизайн такой угловатый, выглядит очень интересно. Отличная покупка для людей, которые хотят себе просто какие-то колоночки под Моники. И чтобы это было от проверенного бренда, и не ужасно. Но вы должны понимать то, что эти колонки подключаются к Realtek чипу, и обрабатываться звук, соответственно, будет ваша материнка, по сути. Если ты возьмешь себе аудиокарту, например, о которой я говорил ранее, то и эти колонки лучше сразу подключать к ней через переходничок специальный. Но сейчас я попытаюсь продемонстрировать вам, как она звучит все-таки через Realtek чип, так как большинство людей будут покупать их, скорее всего, именно в таком сценарии. Ну что же, продолжаем наше движение по девайсам Fifine и переходим к следующему очень разочаровывающей вещи, потому что она не работает. Это саундбар, в который можно воткнуть флешку, haux, подключить к компьютеру, можно воткнуть SD-карточку, которая может работать по блютусу, которая очень интересно и необычно выглядит, у которой кнопки это механические переключатели, блюшки. У меня были очень большие надежды на этот прикольчик, но, к сожалению, она просто не работает. Сколько бы я ее не заряжал, когда я пытаюсь ее включить, у меня просто происходит мигание синим цветом и все. Так как здесь стоит аккумулятор, естественно, я разными способами пытался ее зарядить, но как мне объяснил знакомый электрик, скорее всего, здесь бракованный конденсатор, который позволяет даже разряженное устройство, как только подрубаешь к сети, сразу же подавать питание на устройство. Скорее всего, из-за этого оно не заряжается и не работает даже по проводу, поэтому при попытке включить происходит вот это мигание. К сожалению, поделиться качеством звука я не смогу, но если я смогу ее как-то починить и заставить работать, обязательно расскажу у себя в телерам канале, запишу ролик, как она звучит, подписывайтесь, если вдруг произойдет чудо. Ну а мы идем дальше, уже, к сожалению, к мелочевке, но не советую выключать ролик, потому что последний девайс вас реально удивит. Но пока что вот эту мелочушку. Это маленький радиопетличный микрофон, всего лишь за 2000 рублей, который позиционируется как для соло-записи, для самоблогерства. Давайте сходу послушаем, как он звучит. Как-то так звучит микрофон Fifine M6 в комнате. На улицу выходить не хочу, извините, я скуф. Как по мне, за 2000 очень неплохое приобретение для начинающих блогеров, которые хотят записывать себя на телефон, например, на расстоянии записывать самого себя и не терять качество голоса. Либо использовать телефон как диктофон, который будет лежать в кармане и записывать себя на камеру. В любом случае, как бюджетное приобретение для соло-записи, очень хороший вариант. Конечно, есть более профессиональные решения, но и стоят они более профессиональных денег. А для записи самого себя любимого на телефончик, вот этот вариант, самое то. Сейчас прислушал, да, много эха. Но, как я и сказал, я скуф, мне лень выходить на улицу и записывал все в комнате девушки. Тем более, эта штука мало кому пригодится. Главное, что вы увидели примерно, что она дешевая, она работает, записывает соло и кому надо, тому надо. А мы идем к последнему, самому классному приобретению. Я не знаю, как это характеризовать, но эта штука мне безумно понравилась. Это что-то типа караоке микрофона колонки. Перед тем, как рассказывать, лучше сначала покажу. Молодой человек, объясните, почему вы еще не подписались на канал, а? Мальчики, скиньте мне ножки из кортик, мурь, мяу. Перегоняю алюминий в Махачкалу за 5 дней. Не знаю, мне прям очень сильно вкатывает. 2500 рублей эмоции тьма. Но что же она умеет по факту? В этой конструкции, в самой верхней части, находится микрофон, который очень чувствительный. Но чувствителен не в привычном понимании, а в отклонении. Немножко влево-вправо, и тебя уже не будет слышно. Нужно говорить вплотную, чтобы он записывал именно твой голос и транслировал через колонки, которые находятся также в верхней части, только по бокам. Это нужно, чтобы звук с колонок не дублировался в сам микрофон и не бегал по кругу, скажем так. Также у него есть несколько режимов. Это запиченные голоса, более мужской или женский. Если говорить без изменения голоса, тогда задержек нет. Если добавлять эти изменения, чуть-чуть задержка появляется, и мозг чуть-чуть ломается из-за задержки. Вы сейчас спросите, и чё, какой-то громкоговоритель с запиченными голосами? Нет. Это именно караоке, потому что можно подключить по ауксу, либо по блютусу, и транслировать в эти колонки еще и музыку. По итогу за 2500 рублей ты получаешь, ну, реально безделушку, но прикольную, которую классно подарить, допустим, маме в подарок, которая любит петь караоке. Для людей, которые выступают на сцене, она тоже подойдет, потому что эту кринжовую подсветку можно выключить, и это реально получается как громкоговоритель. Ну и самое полезное, это приобретение для людей, которые продают кукурузу на пляже. Горячая кукуруза, чурчкела, пиво свежее, холодное, светлое, нефильтрованное, подходи, разбирай, на пляже отдыхай. Хоть эта штука не несет никакого практического смысла, мне очень сильно вкатило, и вам отличная идея для подарка, допустим, маме. На этом буквально все, я без шуток протестировал все, что было очень файно у себя на канале. Обозревал я уже А8, АМ8, звуковуху, стойку, старенькие микрофоны, и, к сожалению, все это потеряло актуальность, потому что сейчас, если ты хочешь конденсаторный, бери АМ6. Если хочешь динамический микрофон, бери Танк 3. Если хочешь звуковуху, флагманская одна, если хочешь стойку, флагманская тоже одна. Если хочешь петличку, она тоже по сути одна, и колонки тоже. И с фифайном интересная ситуация, потому что новые модели гораздо лучше по цене слэш качества, чем старые, а старые в цене не падают. Из-за этого, если тебе нужен сегодня микрофон новый, очень легко выбрать. Смотри на бюджет, и что ты хочешь, динамический или конденсаторный, и выбираешь только среди двух моделей. Про колонку, стойку и звуковуху я вообще молчу, там только один выбор, не ошибешься. Грубо говоря, если вы правильно поняли суть этого ролика, у фифайна новая эра, как я и сказал в самом начале. Новые коробочки, как бы это странно ни звучало, символизируют здесь новый подход, где девайсы стали еще дешевле и еще лучше. Что парадокс, ведь обычно другие компании с увеличением качества не стесняются увеличивать и цену, а здесь происходит наоборот. Для сравнения и понимания, прошлый динамический микрофон AM8 продавался за 8 тысяч также в момент выхода, а сейчас продается танк 3, который и по звуку лучше, и звуковуха идет в комплекте за те же самые деньги, то есть стало лучше и дешевле. Другой пример, конденсаторный микрофон был А8 за 6 тысяч рублей, а сейчас AM6 за 4 500, так еще и с фишками и лучшим звуком. Просто огромный респект фифайну, одна из моих любимых компаний. Хоть мне сегодня и пришел брак, и наушники оказались не очень, но оба этих девайса, опять же, старенькие. Как бы не без ошибок, да, но все, что они делают новое, получилось просто великолепным. Большое спасибо за просмотр, пишите в комментариях, что из сегодняшнего ролика вам понравилось больше, и на какую компанию сделать следующий видос подобного формата, где я проверю и куплю много всего. Большое спасибо за просмотр, пользуйтесь только лучшим звуком и оставайтесь такими же классными. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok